День добрый панно, я витаю, что нас подаст. Сегодня не стандартный ролик. Сегодня хочется поговорить про технику, про новый Defender, потому что очень много вышло материалов по его поводу, на его обзоры. И я вот долго смотрел, ждал, выбирал, рассматривал, изучал то, что рассказывают люди. И очень мне хотелось услышать по существу пару комментариев про эту машину. Я все надеялся, пока кто-нибудь даст хороший какой-то технический обзор на технику. Но так получилось, что из того, что я ознакомился про этот автомобиль, не было вообще сказано ничего по существу, по этой машине. И сегодня я решил все-таки сделать какой-то свой технический разбор. На самом деле машины я эту брать не хочу, у дилера просить ее не хочу. Есть свои ограничения здесь небольшие, но тем не менее, сегодня я буду говорить такие вещи, которые я не смогу сказать, если возьму машину у дилера. То есть те вещи, которые дилеру не понравятся, на которые он может обидеться, на которые будет сказано, что, блин, не дадим больше никогда, или там вообще давай удаляем материал чуть ли не до сильных разбирательств, потому что сегодня будем говорить то, что у меня вот есть соображения по именно опыту эксплуатации внедорожной техники. Сегодня поговорим в главной очереди вот про вот эту штучку, про колесики на самом деле. Потому что то, что я вот хотел услышать про Defender, то, что я хотел где-то заметить про Defender, то, что я ждал от каких-то уважаемых людей про Defender, всего этого не прозвучало. И первое, с чего хочется начать про эту машину, это, конечно же, упомянуть тот факт, что эта машина построена на базе Discovery. Вот. Ничего, отличающего ее от Discovery в плане технического устройства, нет вообще. Да, то есть платформа абсолютно идентична. Она может быть чуть-чуть растянута. Вот эти вот версии, знаете, как у Range есть версии Longy, там всякие, там, такие удлиненные варианты. В принципе, это в пределах этой платформы просто максимально допустимая база по этой архитектуре. Больше там ничего волшебного нет. База максимально, эта машина максимально растянута. Вот. То есть, о чем это говорит? Понятно, что независимые подвески, понятно, что все это интегрированная рама, понятно, что это пневма. Что важно здесь для нас? Для нас важно здесь понимать то, что подвеска там крайне сложная. То есть, если вы посмотрите на новый Defender, на переднюю подвеску, если здесь, допустим, два образных рычага, шаровая достаточно низко находится, поворотный кулак к ним цепляется. В принципе, это все помещается в габарит колесного диска и никуда в сторону не уходит. То есть, если вы посмотрите Discovery, то посмотрите на форму поворотного кулака, на вот эту вот огромную длинную такую штангу с верхней шаровой, то вы поймете, что при такой конструкции это выходит уже за габарит именно диска колесного, и это ограничивает, очень сильно ограничивает параметры его резины. То есть, это вот сразу первый фактор, который надо понимать. Аналогично, там и по задней подвеске есть похожие ограничения, они не такие существенные, тем не менее, они тоже есть. Я это к чему клоню, что в таком конструкции, такой подвеске что-то существенно изменить не представляется возможно. Небольшой запас там на пол дюйма дюйм есть, но это объясняется тем, что делается запас по принципу, что если вы захочете, допустим, установить там цепи какие-то, еще что-то, при надевании на колесо цепей это все не должно цеплять ни за какие конструкции, ни за какие поворотные рычаги, ни за какие шары, ни за какие стойки мартизонные и так далее. Поэтому там запас имеется. Конечно, вы этот запас можете воспользоваться им и поставить чуть больше размер резины, но это вот так, но это ни о чем для настоящего внедорожника. Если вы хотите серьезно как-то дополнительно усилить его проходимость, у вас ничего не выйдет. Изменения какие-то, лифтовки, подвески и прочее, там невозможны по этой же причине, потому что все равно, как бы что-то не опускали, это все конструкция поворотного кулака. То есть, то, что вы там как-то поставите другие пружины, если вы не поставите там пневма, вот, ну все, это, короче, приходит привет. Да, мы можете сказать, что пневма регулируемая, да, там можно задрать и поднять, но запомните, любое положение пневмы, отличное от центрального, среднего положения, уменьшает артикуляцию подвесок. Артикуляция подвесок, это очень важный фактор проходимости, я про это рассказывал, и его лучше вообще не трогать. если вы хотите получить максимум проходимости, лучше поставить ее в среднее положение. Да, понятно, поднять его на цыпочки и выбраться из засадки, где-то это и позволит, интересный трюк, но, по факту, если вы где-то присели на ровном месте, ухнулись куда-то на ровном месте в непонятную какую-то лужу, и вам нужно подняться, а по центру какая-то глубокая межколейка, нужно подняться, чтобы тихонько выпался назад, это решит проблему, но если вы раскорячиваете где-то на диагоналке, то такое поднимание, только усугубит ситуацию, там нужна артикуляция, а вы ее просто уничтожите, и без стопроцентных желтых, пневматических блокировок машина никуда не поедет, никакие имитации, ее тогда не вывезут. Ну, это так, это лирика, это первое, что надо говорить, потому что с этим столкнулись владельцы третьих Discovery, четвертых Discovery, то есть эти машины именно по платформе, по конструкции ее шасси, ходовой части, хороши абсолютно только в стоковом состоянии, любые доработки там исключены, просто конструктивно, они просто невозможны, это первый фактор, но не самый главный, а самый главный на самом деле, что хочется сегодня поговорить, это про колеса, про колеса хочется говорить в который раз, потому что у меня уже было много роликов про колеса, и почему я про них так много рассказываю, почему я сейчас говорю о перетехническом обзоре этого нового Defender, который после Discovery, то есть колеса это 80%, ну от 60% до 80% проходимости, скажем так, и вот здесь в Discovery есть одна такая подляночка, да, поскольку машина строилась на базе Discovery, и поскольку эта машина строилась на базе по сути гражданского, такого, ну не то что паркетного, универсального, скажем так, автомобиля, который пытались привить, вся философия марки Рейндж Ровера, это немножко в сторону, и особенно Рейндж Ровера, вот это их бренда, заключается в том, что машина должна одинаково себя хорошо вести как на обычной городской трассе, на городской дороге, на загородной трассе, так и на бездорожье, то есть тормозная динамика каких-то мега огромных высоких скоростей, они этим хвалятся, они этим гордятся, ну это в принципе есть чем гордиться, скажем так, это неплохо, для автомобилей именно универсального, городского, не предусматривающего серьезного бездорожья, то в принципе, то, что они достигли таких вот совокупностей черт, потому что многие пытались, если вспомнить там, тот же Аудио, Allroad, там, Туареги те же, да, получались очень сыпучие, крайне ненадежные, только там, когда Туарег начал избавляться от всех, всей внедорожной атрибутики, начал зажимать ходоподвесок, начал убирать ходоподвесок, избавляться от этих всех оффродных понтов, только Туарег стал надежным автомобилем, Allroad такими никогда и не было, не стал, вот, а, что касается Лондроя, в принципе, у них более не получилось, но техника не является по-прежнему надежной, да, вот эта попытка скрестить удава и ежа, она всегда заканчивается плохо, да, и в принципе, у Ронжеровая получилась, наверное, лучше всех, но все равно не идеально, потому что надежность, опять же, по этой самой причине, надежность этих машин была такси, но, они едут и в городе, они едут на трассе, у них хорошая разгонная динамика, хорошая тормозная динамика, в принципе, за счет огромного количества дополнительных электронных систем, они решили вопрос с кренами, немножко так обманули эту физику, да, и к чему это клоню, потому что тормозная динамика всей этого шасси, всей этой платформы подразумевала установки таких тормозных дисков, которые могут не то, что даже быстро рассеять огромное количество тепла, потому что машина нелегкая, да, это тепло, да, во-первых, куда-то сначала накопить, а потом рассеять, эта энергия движущаяся в автомобиле превразуется в нагрев тормозных дисков, в первую очередь, да, а потом это тепло как-то рассеивается, дается, так вот, чтобы эту машину в первую очередь остановить, нужна именно огромная теплоемкость тормозной системы, чтобы эту энергию было куда поглотить, потому что, чтобы нестились такого, что это тормозит с очень высокой скоростью, допустим, с 200, да, и у вас просто к концу торможения тормозная система поплывает, значит, что у вас не хватило теплоемкости от этого тормозного диска, и вам нужно поставить большую чугуняку, которая в себя может взять больше тепловой энергии, и потом долго и медленно ее рассеивать, допустим, да, то есть скорость рассеивания и емкость тепловая, это разные параметры, у меня были ролики со Станиславом Александровичем, ликбез, так называемый, мы с ним беседовали на эту тему, он подробно это рассказывал, можете пересмотреть, дам ссылку под роликом про устройство тормозов, и компания Латрон, в принципе, это решила, и тормозная система там именно расстроена по тому, чтобы обеспечивать универсальность, в том числе на трассах на высоких скоростях, то есть там хорошо за соточку и так далее, вот, и это привел к чему, привел к тому, что да, в принципе, машина тормозит, но диски, тормозные диски большие, а это не позволяет поставить маленький колесный диск, вот этот вот, колесный диск тоже стал большим, почему на это, вот так вот, долго об этом рассказываю, так долго к этому подвожу, потому что, а потому что 80% проходимости, это колеса, внедорожнику нужны даже не то, что большие колеса, а большое колесо с маленьким диском, чтобы деформация покрышки была максимальной, была возможность обеспечить такую максимальную деформацию покрышки, обеспечить очень большое количество вот этих вот протектора, зубчиков протектора в пятне контакта с какой-то поверхностью слабонесущей, там, болотинка, какой-то снег очень какой-то сложный и так далее, вам нужно как можно больше зубчиков, чтобы не вниз копать, а ехать вперед, вот, и чтобы не провалиться, и понятно там с давлением работа, чтобы машина не провалилась, вам нужно снизить удельное давление, давление на грунтово, давление на колесе, я-то долго рассказывал. Короче, всего такой, что внедорожнику, самое главное, что подвожу, чтобы он ехал, чтобы это вот 8% проходимости обеспечить, ему нужно как можно меньший диск и как можно большее колесо, такая большая высокая булка, то есть внедорожные колеса, это обычно колеса с профилем 85%, вот, а такие колеса можно эксплуатируют, то есть у меня, я долго загонялся, В том числе один из аргументов, почему я выбрал именно эту машину Потому что сюда можно поставить 16 колесный диск И у меня, считай, это 32 колеса Профиль 85 То есть это такие достаточно большие булки Я их смело сдуваю У меня колеса еще и вклеены в диск Именно не герметика, а именно вклеены И поэтому я спокойно сдуваюсь в давление 0,5 это у меня давление просто стартовое Я еду к внедорожным, у меня просто 0,5 это по умолчанию Типа потом посмотрим И в сложных условиях это 0,2, 0,1 Там вообще 0 практически, манометр уже ничего не показывает Оно, конечно, чуть разогревается, повышается Тем не менее, это все контролируется постоянно У меня на приборке это все отображается Давление в колесах, я это постоянно мониторю И если машина не едет, идем, работаем с колесами Потому что если машина не едет, это не значит, что надо включать блокировку Это значит, что надо работать с колесами Потому что 8% это не блокировки обеспечивают проходимость Блокировки это последняя вещь, про которую надо говорить Проходимость обеспечивает именно, в первую очередь, 8% ее обеспечит колеса Их сцепление, возможность реализовать тягу и так далее, и так далее И для того, чтобы это полностью пользоваться Вы должны постоянно с ними работать Я постоянно работаю на бездорожность с колесами То есть выйти, проверить давление, скинуть давление Поднять это давление, наверное, приходится То есть это постоянно такой процесс Не едем, скидываем, едем, поднимаем Какой-то сложный рельеф Какие-то уклоны, поднимаем больше Надо упор сделать, еще больше поднимаем То есть очень много вариантов Именно это позволяет машине двигаться Именно работа с колесами, с резиной С давлением, работа с шинами определяет внедорожную способность способность этого автомобиля так а что мы видим до фендера до фендера мы видим по стоку по моему 30 или 31 колесо максимум там можно поставить уже проверить на 32 потому что опять же впереди тут поворотный кулак хитрую форму в шахру все моментально упрется вот при артикуляции она уже упирается даже 32 там по брызговикам по аркам это максимум и у него 18 диск то есть там профиль по моему или 65 или что-то такое ни о чем первое это ни о чем по одной причине потому что вы не можете полноценно работать с давлением потому что с таким диском на низком давлении у вас происходит что на пересеченной местности на какой-то сложно в рельефе дорогах не идеально ровно особенно на асфальт потому что как быть идеально ровно этот не всегда но если у вас дорога какая-то внедорожье бугры кочки ямы машина есть вам нужно этой ходами пройти на какой-то кочке яме у вас происходит что диск вот эту покрышку он ее пробивает полностью до смыкания и краешком диска вам режет просто прорезает боковину покрышки это первое что если вы на таком низком профиле низком давлении начнете ехать достаточно активно вы просто замкнете диск до грунта до поверхности какой-то пробьете боковину в лучшем случае это просто булка вы еще доедете но потом все равно колесо выкинете в лучшем случае это прямо на месте боковой этот такой ну порез растрескивание резины спускания через боковые порезы которые в принципе не залечиваются и до свидания машина обездвижена то есть 18 диск с таким вот профилем низкопрофильная резина не позволяет ехать в бездорожье по первой причине что большой риск пробить боковину второй риск 18 диск низкопрофильной шиной очень сильно склонен к разбортированию по какой причине потому что во первых конструкция корда конструкция корда такова что у вас нету возможности то есть эти шины в первую очередь сделаны для трассы на самом деле именно сам корту все это что рисунок там можно нарисовать любой или любую сделать какую-то из резины любую форму придать внешнюю форму этой покрышки но корт этот каркас вашего колеса достаточно широкое колесо с низким профилем вот жесткость этого корда вот вверху плоскость до боковина она достаточно специфичная сделан для того чтобы обеспечить минимальную вот на высоких скоростях контроль машины на высоких скоростях и такие шины очень специфично ведут себя на диске при низких давлениях они моментально отжимаются от края диска там соусомних дисков таких 18 принципе невысокие хампы если вы знаете они хампы односторонние как правило там то есть их нет внутренней внешней стороны их может не быть вообще только с одной стороны но может быть и так далее то есть 18 диски в принципе внедорожных практически очень мало то есть их встретить трудно 17 16 15 диски от внедорожной резины то есть на даже очень больших американских типа алиохаммеров dodge рамов и так далее всех этих рапторов там по чуть ли не 17 диски но я не помню там может и 18 тем не менее достаточно редкая резина и редкие диски обычно все-таки внедорожные диски резина заканчивается очень много пятнадцатых очень много шнадцатого качества на 17 дисках посадочных дисках размерах вот 18 принципе даже диски так как таковые по их конструкции по высоте хампов и то что они скорее всего односторонние это уже не предусматривать движение по бездорожью то есть 18 резина она сама из-за того что профиль невысокий сама быстро развивается очень быстро то что эту боковину быстро сжимает и делать таким потому что и просто собрать быть невозможно если сделать супер супер жесткой ну конечно когда там там 25 35 профиль там уже своя специфика но и и в принципе спустить уже невозможно будет она уже как runflat будет стоять жестко на этом диске если ничего сделать не сможете вот и есть даже посмотрите уже примеры есть те обзоры тесты блогеров которые если тут немножко ставочки сделать чужой материал извините ребята без спроса немножечко наверное ну не ответили мне скажем так даже просто на простой запрос я тихонечко ставлю эту картину как видите тут публа помог на атмосфера всего лишь и диск просто моментально при легком движении по бездорожью отжимается на атмосфере у меня такого не бывает даже на 0 1 атмосфере вот поэтому но о чем говорить это не бездорожье атмосфера это в принципе даже нет нет давления чтобы ехать по какому-то сложному сложному рельефу сложному грунту то есть принципе осъезжание по умолчанию даже если дорога твердая 05 вот есть проблема у меня начинается там ниже атмосфера для это вообще это не серьезно ни о чем для чего нужно спускать атмосфера на никак не поможет ну какая-то разница будет но настоящий движение по бездорожью начинается с 0 5 вот если пример этого defender взять там атмосфера диск уже разувается ничего с этим сделать невозможно он разувался и на внедорожной атешке и на шиповке разувался то есть ну от резин это не зависит еще раз говорю конструкция диска высота хампа то что хам скорее все односторонний что у него профиль достаточно такой скользкий мягкий чтобы опять же сумму можно было смонтировать низкопрофильную резину это 18 диск 18 недорожных дисков не бывает с хорошими хампы не бывает ну не будете выбрать 18 диски как делают джипы наваривать туда хампы вот нереально и так что мы имеем самое главное свойство автомобиля внедорожное свойство которое определяется резины у defender напрочь исключены то есть как я рассказывал пусть когда я вот рассказывал про вот эту машину когда я только начинал ее подготовку бездорожью я говорил в первых своих роликах я начинал с того что резина важна что машина строится от резины вы выбираете колеса выбираете их по техническим характеристикам примерно прикидывайте максимум возможности трансмиссии потому что при превысить эти возможности не стоит аначе машина будет очень сильно ломаться постоянно трансмиссии выходе строя выбираете колеса под максимум возможности трансмиссии потом смотрите что можно сделать там с кузовом и так далее как вы можете обыграть место варки чтобы эти колеса поместить вот так далее и так далее я начинал когда строил ту машину в первых роликах сразу после этой коры пока она еще была чистенькая, от дилера забранная, после того, как было проделано антикор, я начал именно с колес, я там подробно рассказывал именно все вещи, которые я говорю сейчас, и подробно говорил именно о том, что выбор колес именно определяет дальнейшие показатели, характеристики, свойства автомобиля. У Defender вот эта вот самая главная вещь, вокруг которой начинается и строится машина, она все, она только стоковая, вы не можете поставить ничего, диск меньше 18-х, и не можете поставить туда покрышку с высоким профилем, внедорожным профилем, который позволит ее спускать. Вы не сможете поставить туда диск с хорошими хампами, который будет препятствовать разбортированию. Вы вряд ли найдете диски с бэдлоками заводские, потому что те же Хатчинсоны, по-моему, в 17-м диаметре существуют, их копии, аналоги китайские, 15-е, 16-е диаметры добавляются. В 18-е, возможно, что-то там типа а-ля рамов там бывает, но тут, во-первых, не та разболтовка, и я не думаю, что на Discovery появится диск с бэдлоками нормальными, двухсторонними, просто потому что, опять же, физически разместить там остается профиля ни о чем, и, ну, ничего не выйдет, скажем так. И потом найти резину, которая будет работать, в которой не будет уходить боковина, потому что, опять же, профиль низкий, профиль трассовый, даже вы если сделаете все, как-то вклеите эту резину, поставите какие-то внутренние там airlock, airlock поставите, вот, вы поедете на такой резине 18-й, как стоит у Defender, посерьезно, бездорожная, очень низком давлении, вы просто боковину ушатаете так, что при выезде, при накачивании покрышки она у вас либо лопнет, либо потрескается, либо упадет булками, ну, даже без, ну, да, смыкание боковины, об этом я говорил, но даже если вы будете очень аккуратны, все равно вот эта постоянная деформация, вы все равно такую покрышку ушатаете быстро, то есть, ну, это все равно связано, поэтому Defender ограничен своими бездорожными, внедорожными свойствами, уже потому, что нормальные колеса на диске поставить на них нельзя, и сравнивая машины, ну, помните, я вот в этом ролике про вот этот автомобиль говорил, что для меня внедорожник на большом именно железном диске с низким, то есть, мотками изоленты, с низким профилем, это такой качок на лобутенах, да, ребята, вот, понятно, что у вас сейчас такие рвотные рефлексы, сейчас эта картинка вызывает, но, тем не менее, вот у меня ассоциация такая, для меня вот такой вот гелик, да, или там Defender на 20-20-20-20 дисках, это вот эта картинка, то есть, я, у меня вот моментально только такая ассоциация, то есть, внедорожник должен быть на таких малюсеньких 15-х дисках, и вот на таких вот огромных булках, по-нассоции на Arctic Tracker, вот так должен выглядеть внедорожник, да, вот, именно про колеса сейчас говорим, а то, что ставят на внедорожники вот эти вот лобутены, да, ну, вот это вот так, ну, и, ребята, ну, эту картинку еще, может, не раз с ней покажу, но для меня это вот такое, вот так, вот так это выглядит все, понимаете, и Defender, он с завода выглядит вот так, ну, то есть, о чем эта машина? Если мы сейчас забудем про внедорожье, про бездорожье, да, и условимся, что Defender это машина, которая не должна связаться, ну, как бы, доехать до дачи, вот такое, ну, если условимся в том, что Defender это машина а-ля 4 Discovery, который такой, типа, универсальный, который съездить именно действительно где-то на пикничок, проехать по какой-то лесной дорожке с большим комфортом, чем это делает соседский там, соседский таз, вот, там, четырка какая-нибудь это убогая, да, вот, и ехать за какой-нибудь шнивой, ехать просто чуть более комфортнее, вот, ну, это, в принципе, нормально, вот, как 4 Discovery, с этим Defender справится, то есть, ну, бездорожье там нет, просто потому, что бездорожье, ну, 8% это резина, резина там поставить нельзя, ее нету по заводу, поставить ее невозможно, потому что тормозные суппорта не позволяют, вот, это первый шаг, первый главный пункт, который я нигде не услышал, ни от кого, ни от одного обзорчика, что эта машина ограничена колесами, ничего с этим делать нельзя, потому что, когда вы покупаете внедорожник, допустим, в данном случае, да, то есть, я первым, что занялся с колесами, изучил вопрос, поставил, и это еще не максимум, который я эту машину, я строил колеса для 33, вот эту машину строил, для 33 колес, ну, вот это вот, коронавирусы, закрытие границ, 33 резина, вот та, которая я планировал, там, один размер практически, 16, но она, когда-то была достаточно распространенной, в принципе, и в Штатах она достаточно распространена, и сейчас ее в Штатах можно купить легко, и выбор большой, но у нас из-за закрытия границ коронавируса, именно вот эта 33 чуть пропала, есть гудрищи, они по-прежнему доступны, но гудрищи я не люблю, поэтому пока, я на 32, но в 33, здесь эта машина вся уже построена под 33 колеса, это, в принципе, максимум трансмиссии, я это вот делал, и с этого начинал, большие булки, 16 диски, вот, в принципе, все, то есть, ну вот, эти 8 процентов, я попытался по максимуму, здесь, высосать из них, максимум из этих 80 процентов, дальше я так и эксплуатирую, использую, вот, стараюсь максимуму достигать, именно работы с колесами, с резинами, и, когда мы делаем какие-то, либо тесты машин, тесты внедорожников, вот, я очень удивляюсь тех людей, говорит, давайте сравнивать в стоке, да, давайте сравнивать, там, на заводском, рекомендованном давлении, которое там, на табличке здесь написано, на двери, да, трассовое давление, давайте на нем ехать по бездорожению, ребят, ну, то же самое, что давайте, вот, купим бензопилу, да, вот, купим бензопилу, и будем сравнивать с обычной ручной ножовкой, и скажем, давайте так нечестно, давайте мы бензопилу не будем заправлять бензином, вот, и сравним ее с ножовкой, не заправляя бензином, ну, конечно, ножовка победит, вот, то же самое, как вот ехать на бездорожье как делают опять же некоторые блогеры и говорит что вот от ата то нельзя спускать давление потому что будет нечестно так ли это внедорожник он отличается от паркетника от такого бестолкового автомобиля дорожного автомобиля именно тем что на дорожном автомобиле давление спустить не можете потому что у вас не колеса индийские не позволяет она внедорожники может делать что хотите давление у вас есть такая возможность у вас есть такая техническая возможность вы их можете спустить хоть в ноль хоть в хлам и все будет хорошо вот главное отличие внедорожник я не говорю даже про про то что артикуляции подвесок очень важны я не говорю сейчас про то что нужны интересная как бы работа рамы потому что это тоже можно использовать рама она же гибкая на же гнется машина рамы наш постоянно винтом идет это добавляет и артикуляции добавляет и проходимости вот эти вот резиновые подушки на которых стоит кузов он же на самом деле кузов-то рамника он же не жесткий то есть он он болтается но эти резиновые подушки позволяют раме гулять еще больше и это не не выносит кузов не не расшатывает здесь не рожат этот кузов потому что как я уже много раз говорил парке внедорожники даже скажу напускай это будет внедорожники внедорожники с несущим кузовом у них же все сейчас на клеевых герметах панели кузовные идет точная сварка но основные как бы плоскости при прилегании кузовных панелей с просто склеены на герметику за мной понимаете и через какой-то там пару лет жесткого бездорожья этот кузовной гермет начинает растрескиваться вот эти вот точные сварочные вот эти вот швы которые идут через каким-то шагом они начинают немножко гулять и вот эти вот стыки канты они начинают шевелиться у них появляется как бы подвижность вот этим между точками сварки потому что допустим спортсмены ролисты эти все все вещи они их просто проваривают они обдирают гермет и проваривать все швы полностью сплошным швом не точечки вот эти точки усилить проварка потому что это реально меняет очень сильно жесткость кузова и всех вот эти вот паркетные внедорожники с несущим кузовом у них кузов начинает оршаться так что потом весь салон начинает скрипеть пищать петь это было очень много вот особенно у гран чироки такая болезнь регулярная болезнь довольно сильная discovery defender и точнее discovery рейндж роберы ушатываются не так сильно но по причине того что их просто не так сильно всаживают такой бездорожник как как всаживают гран чироки да почему считается гран чироки это более внедорожный внедорожник да хотя на самом деле я бы поставил между ними на крайне ства ну короче вот то есть defender по вот этим причинам он не внедорожник потому что нет таких возможностей как у внедорожник у него нельзя работать с колесами к электроника не заменит если у вас нет сцепления с дорогой доход ты там я не знаю суперкомпьютер багажник засунь посади все мировые там личные вычислительные мощности подключи к этой машине кинь супер там artificial intelligence и там искусственный интеллект и как бы в ключи до поставь там компьютерное зрение еще там что-то понавешивай если сцепление с дорогой нету никуда не поедет посадит мастера спорта помнить внедорожному какой-нибудь там триалу там и так далее все равно не поедет потому что ну нет зацепа нет колес они не могут себя реализовать все . и любая как бы нива сдутая в 01 там просто в щи сдутая поедет просто как как посоху как по асфальту блин рядом будет круги накручивать а defender будет стоять до поднятая пневмота все дела крутить весело раскидывая все стороны висеть на брюшке вот вокруг него будет круги нарезать него на давление 01 не нравится не его окей патриот там неважно что у вас там есть не нравится патриот окей даже это будет круга ездить потому что я эту могу спустить 01 а defender не можете вот и все вас нет такой возможности вы покупаете машину за достаточно не мелкие деньги такой возможно так что это внедорожник defender это внедорожник так что такой defender конечно defender это экспедиционный длинная база да окей возможно хорошо но вопрос такой представьте вот вы поехали на колыму поехали в магадан да вот это вот легендарное кругом 500 и у вас пшикнул в него баллон вот вы его там нет защиты нормальный да но об этом уже много сказано надо мыть регулярно это все-таки дорожная машина вот и у вас где-то сначала прилетел какой-нибудь кусочек арматуры с рассыплен подскочил воткнулся туда в складку сначала где-то чтобы поцарапал потом вас какое-то время перетерся там набилось камней это добило его он пшикнул и кругом 500 так что это экспедиционник не вы можете сказать что конечно штат можно все но ребята допустим поставьте рядом двести пятку арабскую не 200 вот этот гламурную до обести пятку у которой ставится 16 диск между прочим toyota она до последнего на двухсотки но те которые двести пятки и по сей день так туда не ставится гламурной тормозилки потому что эта машина инженеры toyota понимает для чего это машин машина для бездорожья на самом деле она для бездорожья на архитектурную для бездорожья настроиться для бездорожья вот именно как экспедиционник тот самый строится и туда долгое время ставили тормоза почему-то эти вот мажорики не нравилась тормозная динамика двухсотки потому что именно когда ты валите там 180 190 по трассе вот этой пятнадцатого тормозного не поэтому 300 какой-то триста сороковой шире там и 360 диск стоял вот его теплоемкости имя тормозной диск имею ввиду его не хватало чтобы себя впитать всю энергию торможениях их там при торможении с больших скоростей двухсотка плыла к концу торможения для второе торможение на откровенно уже плывет потому что и строль как внедорожник и строль не для того чтобы тормозить таких скоростей и строили чтобы поставить за 16 диски там 35 колеса и блин на магадан да понимаете и с давлением там 01 блин ехать по метровому пухляку вот для чего строить двухсотку да там при этом тормозная динамика ну и внедорожье остается бог с ней там не надо не тормозить просто с 200 вот просто не есть на ней это блин купите себе блин я не знаю porsche если вам 200 их надо зачем зачем в двухсотка вот те же гелики то же самое до там по-моему 15 17 не помню точно какого-то года туда ставили 16 колесные диски и тормозные как бы диски суппорта вся система она была построена так чтобы там можно поставить 16 диск они вот эти понтовые 22 этом и так далее да там уже современный там g63 там понятно но это вот это вот да понимаете вот а пока еще гелик делали инженеры да туда там были маленькие тормозилки по причине потому потому что это был гелик потому что была машина еще тогда еще пытались все-таки продвигать как машины для бездорожья вот так а что такое значит можно сказать defender что-то экспедиционник по сравнению с 205 вот с арабской 205 не это гламурный 200 который сейчас продается на последнем рестайлинге в москве да а по сравнению с арабской 205 это кто из них экспедиционник а зачем тогда вот дефендер допустим дефендере что мне не нравится вот возьмите любой вот это вот фишка рейндж роверов когда у вас сзади когда вы залазите открываете багажник у вас вот эта фишка рейндж роверов нижняя эта полочка откидывается с багажника да и вы можете туда сесть разложить какие-то вещи поехать себе на природу очень удобно и трансформация багажник очень удобно пол там удобно и так далее четвертым диска и 3 диска ври рейндж роверы там удобно сделано а здесь вот это вот грязный бампер и вот это вот открывающаяся сторону калитка грязный бампер на которую нельзя нельзя сеять это это удобно так что лучший экспедиционный все-таки честно говоря окей пускай там электронные помощники дефендере сделаны лучше новое поколение уверен с там с рестайлингом 4 discovery там 5 discovery электроника появится и там если discovery сохранит ту форму кузова который еще есть у discovery я лучше возьму discovery чем defender полка еще такого машину для таких асфальтовых путешествий скажем так я не могу скажу defender это экспедиционник я не могу сказать что defender там машины бездорожник эта машина для асфальтовых путешествий что мне там интересно у defender он смотрите полезная вещь не достаточно большая глубина перед преодолеваемого брода окей у него достаточно хорошая тяговое свойство в плане буксирования прицепов лафетов катеров яхт то есть для чего эта машина вы допустим живете где-то на побережье какого-нибудь теплого моря ну юг франции допустим я не знаю где вы там можете испании жить у вас там своя яхта какая-то такая средненькая не очень большая которую можно перевозить на лафете скажем так ну не не яхта брамой еще такой ну такая гражданская яхточка небольшая вы увозите хранить где-то на лафете там спускаете на воду допустим такой варианта вот и вот вот в принципе если брать этот дэв как тягач для яхты в принципе ничего это модная цацка у которого достаточно вы можете глубоко заехать по специальному пандусу в море спустить вашу яхту выехать назад с этим там твердый бетонированный спуск здесь это электроника отлично сработает колеса тоже справиться и спускать здесь не надо будет вот и вы отлично съедите спустите яхту заедете назад поставить ее на парковочку асфальтированную рядом и поедете кататься ходить по морю отличный вариант вот для этого дэв прикажется подойдет для асфальтовых путешествий по высоко цивилизованным странам вот это и внешний вид вот это вот понять вот попытка мне кажется компания land rover немножко откушать как раз того самого дэв а они дэв а гелика то есть новый дэв это такой немножко брутальный такой мужиковый такой автомобильчик такой смотрите какой брутальный такой попытка знаете как многие делают покупают машины делать у них парадный танк они никогда не выезжают на бездорожье у них там стоит шноркель стоит силовые бампера вот это все бесполезное ненужное внедорожное говно которое давно же никто не вставит из настоящих джиперов вот но вот эти строители парадных танков они этим занимаются по сей день и у дэв этот для них для людей которые никогда не сидят настоящий бездорожье для людей которые никогда будет не будет эксплуатировать эту машину какие гелики где-то за пределами асфальта ну крайне редко попантоваться сесть вызвать эвакуатор там такое да вот но при этом показать свою нарочитую какую-то брутальность короче дэв ну что дэв ну такой дэв я не скажу что плохая машина то есть в плане технических достижений это демонстрация британского инженерии 21 20-го года там просто что молодцы много напихали то есть плане показать продемонстрировать сделать красивую презентажку реально много сделали всего много напихали вызывает уважение реально круто работает интересно потыркаться эта машина не скучная эта машина не скучно если вам надоело вот он хочет новая игрушка именно игрушка играть вот эта игрушка шикарная новая игрушка с огромным количеством функций кнопочек будете играться не переиграться год будете ездить и до конца все все финишки и и не изучите скажем так очень долго не надоест вот вот такое то есть для чего еще не знаю хотите экспедиционных двести пятка пожалуйста ищите арабскую двести пятку их есть их можно притянуть за деньги вы точно притянете вот без проблем пожалуйста ну хотя даже двухсотку возьмите сделать из нее нормальный внедорожник уберите все все эти понты гламур на которую не пихает дилеры скиньте все лишнее получится опять же экспедиционный хороший в конце концов есть ford чинер есть вот эти машины есть пикапы они еще остались они настоящие дорожники про то что у нас есть рэнглер я вообще молчу но конечно как и специальных маловат в плане того что что простор но тем не менее это вообще принципе очень хороший внедорожник и на нем можно у него можно поставить там чуть ли не ну конечно в комплекса рубикон там впереди стоит до 44 главное отличие рэнглеров между собой то что у простых версий спереди до на 30 или там 35 дана не помню а у рубикона спереди до на 44 а это определяет эта трансмиссия да это именно то что придет колеса можно поставить на 44 давно может 35 колеса отрица на 33 до 35 вот эти на 3 до 30 эти данных там по максимум 31 диск 31 колесо общий общий диаметр колеса 31 вот а все что больше ее будут ломать хрустальный хер получится поедет есть примеры да и люди ездят не спорю но это все такое есть кругом 500 и вы поехали на такой машине на дыщу разломала передний редуктор вы подумайте что зря вот так сделали надо брать был рубикон 44 данность перед если вы ставите то они не просто эти все понты блокировочки это все дальше может доставить даже размыкатель можно поставить на рубикон нет проблем да но привезти туда оригинальный до на 44 мост вот это с поворотными вот этими всеми вещами вот это вот как раз встанет в ту разницу что стоит допустим сахара и рубикон у брендера комплектации как раз вот это вот привести из штатов мост вот это все в этом вся магия в этом все отличие рубикон на самом деле а не то что там говорят в интернетах да вот и это опять же возможности то есть в стоке понятно глупо станет машину стоки и принципиально сказать нет я в рубиконе не буду спускать давление потому что нечестно так а что зачем вы вы купили без запилу не не в жизни не заправите бензина потому что это нечестно по сравнению к ножовке да в нее это бензин ножовку нельзя заправить так вы считаете ну короче да так что такой вот новый defender сегодня обзор получился без машины его на поняли почему да брать на такой вот план на такой вот рассказ машину сказать что ребята потом я тик дилеру и покупайте ну это будет смотреться немножко издевательски поэтому сегодня без машины извините пожалуйста может быть есть такой формат зайдет честный разбор от меня потому что здесь нельзя ездить на этой машине да ну вот не обязательно садиться за руль я расскажу свои эмоции я расскажу конечно как она едет как она поворачивать она хорошо едет хорошо поворачивать поэтому говорят что жестковато но это я бы конечно проверил бы рассказал бы вам личными впечатления об этом но окей да допустим вот этого здесь конечно вы не получите в таком формате обзора но может быть именно по техническим характеристикам потому что я готовлюсь одинаково что вот сейчас к defender да давно эта информация уже была и принципе точно также готовится любой другой машине поэтому возможно такой формат будет моем канале часто просто технический разбор без автомобиля как такового рядом возможно посмотрим посмотрим как пойдет но по defender наверное вот я все сказал так что не внедорожник это и не экспедиционник это просто машина для путешествий по хорошим дорогам универсальная машина хорошая машина современная продвинутая машина для путешествий по хорошим асфальтовым дорогам но на этом все до новых встреч до побочения и он и о и в а но и и Субтитры сделал DimaTorzok